Ну что дорогие мои, я вас нас поздравляю. В общественной палате России на полном серьезе заговорили о необходимости введения на территории великой и могучей продовольственных карточек для малоимущих. Такое заявление сделала накануне глава комиссии по АПК Оглоблина, цитирую даму. Конечно недопустимо в период падения уровня зарплаты, роста безработицы повышать цены на базовые продукты. Поэтому правительство зафиксировало их верхние пределы, однако соглашение заключено лишь на 3 месяца. А это значит, данная мера кратковременно после цены продолжат повышаться. Для тех, кто в силу возраста не в курсе, что это за зверь такой продовольственной карточки докладываю. Такие выводились, например, во время войны и в послевоенный период. Такие появились на излете существования Советского Союза, который затем рухнул, развалился, по сути. Введение продуктовых карточек означает только одно, мы в одном шаге от голода. И наши правители вон им расписываются. Слушайте, классно нас Путин все эти годы с колен поднимал, а да поднимал вот до мер, что предпринимались в военное время. Следующий шаг каким станет? Власти официально разрешат нуждающимся есть человечину. Голодаешь, сожри соседа. Начинаем! Ну и наверное пришло время поговорить о той самой Третьей мировой войне. Раз про войну уже вспомнили, о чем болтали давно и много, настал момент. Сразу вас расстрою, как по мне, оно уже идет. Просто мы-то привыкли к чему? Война это когда танки, фашисты по улицам вышагивают, пылемет трещит где-то неподалеку. Нет. Третья мировая, об этом говорилось еще бог знает когда, должна стать чисто экономической без всего этого, поскольку танки и взрывы несут разрушение. Зачем? Вообще любые войны имеют под собой экономическую подоплеку. Для максимальной ясности предлагаю на конкретном примере разбираться, на примере Первой мировой. Почему не хочу трогать Вторую или Великую Отечественную? Ну, во-первых, потому что она была всего лишь продолжением. А во-вторых, не хочу, чтобы в комментарии набежала толпа сумасшедших с выпученными глазами и истеричными криками «Деды воевали!» Вот тип таких. У нас масочные! Что масочные? Я здесь живу, у меня дети плачут, стоят. Проходите, мне надо зайти в квартиру. Итак, Первая мировая война, в которую было втянуто какое-то невероятное количество государств. Я замучаюсь их все перечислять просто. По итогам которой погибло 20 миллионов человек. И это только официальная статистика. А ее, как известно, занижают. Причем не только в нашей стране. По итогам которой прекратили свое существование 4 мощные империи, в том числе российская. А теперь простой вопрос. Кто-нибудь из вас знает, почему та война началась? Ну, на какие-то разумные объяснения вы хоть раз натыкались? Оно ведь должно быть. Мы, например, ввязались в войну, потому что... Вот почему? Друзья, даже не пытайтесь. Внятного ответа не найдете, поскольку он отсутствует в принципе. Поскольку на самом деле эта каша заварилась, говоря на понятном языке, из-за бабла. Из-за денег, из-за возможностей, которые дают большие деньги, в том числе возможности влиять на происходящие процессы повсеместно, по всему миру. Сейчас будут подробности, ну и плавно перейдем к сегодняшней действительности. Это реальная журналистика. Поехали! Для начала нам с вами нужно понять, осознать, даже война, она ведь не для всех стала горем. Да, твои или мои предки в те годы с замиранием сердца ждали сводок с фронтов, в которых сообщалось, за последнюю неделю погибло столько-то десятков, сотен, тысяч человек. Ждали и боялись. Но были и другие люди, которые в эти же дни ожидали других новостей от банковских служащих. И в тех новостях сообщалось о тысячах и даже миллионах монет, поступивших за отчетный период на их счета. Круппы, Ротшильд, Рокфеллер и многие другие. Эти ребята разве теряли что-то? Ну вот представьте себе, во время сражения, которое сегодня известно как битва Невеля, только с российской стороны погибло пять с лишним тысяч солдат. Трагедия. Да, трагедия для обывателя. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения капитала, бизнеса. Пять тысяч человек погибли, значит на фронт отправят новую партию, еще пять тысяч бойцов. А их же нужно обеспечить обмундированием, которое кто-то шьет, оружием, которое кто-то производит, боеприпасами, питанием, наконец, ну и так далее. То есть некий хмырь получил по итогу этого сражения жирный заказ. На поставку войска кучу денег срубил. Посему, друзья, даже не кешьте себя иллюзиями. И та война, как и последующая. Как и все будущие и впрочем, не за царя и отечество велась, или там за родину, за Сталина. Это всего лишь лозунги для масс. Войны случаются, когда в мировой экономике происходят глобальные перемены. И вот тогда люди, что привыкли сидеть на бабле и хотят продолжать сидеть на этом бабле дальше, затевают резню мор, прочие гадости. Об этом вам в школе вряд ли расскажут, ведь да? Политика это перепачканная в дерьме экономика. И когда идут речи с больших экранов... Теперь о глобальных переменах мировой экономической модели. Сто лет назад именно это и произошло. На смену размеренной жизни, с ее мануфактурами, бесконечными полями пшеницы, рекордами по экспорту зерна, золотоискателями и бла-бла-бла, пришла промышленная революция. Этот момент, кстати, очень классно показан в советском фильме о Шерлоке Холмсе. Серия 20 век начинается. И вот элиты тогда, как раз в отличие от простолюдинов, быстро поняли, нужно все менять, причем срочно. Необходимо идти в ногу со временем, иначе останешься за бортом. Вот что стало настоящей причиной той страшной резни, той мерзкой войны. Даже войн, бизнес по старинке ушел в прошлое. Возникла необходимость плавить металл и строить паровозы, пароходы, а значит возводить металлургические машиностроительные заводы. Прокладывать железные дороги, тянуть электросети. А еще для всего этого понадобилась энергия в гигантских масштабах, которую можно получать за счет нефти и газа. Тут, ребята, схема-то очень простая. Кто первым встал, того и тапки. Братва оттуда дюже захотела ухватить от этой промышленной революции свой кусок пирога до побольше. И у них там началось что-то вроде ругани, переходящей практически в драку. Но они же не дураки, бить морды-то друг другу, поэтому морды друг другу ради благополучия хозяев жизни пошла бить Челли. И так будет всегда. Дамы и господа, приближается Новый год и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям, сиротам из моего родного Екатеринбурга, нескольким детским домам, собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. Прошло 100 лет, друзья, и человечество опять входит в новую экономическую эпоху. Теперь в эпоху высоких технологий, в эпоху цифры и роботизации. И такая эта экономическая модель уже не нуждается в тех промышленных объемах, к которым мы привыкли. Новой экономике просто не нужно такое количество тех же металлургических заводов и смежных с ними предприятий. Во избежание споров, пожалуйста, пример. Найдите, скажем, у папы или у деда в гараже, в сарае какой-нибудь старый советский агрегат, коим вы пользуетесь в повседневной жизни. Телевизор, радиоприемник, магнитофон, телефонный аппарат, лампу даже. И просто разберите данные агрегатно-комплектующие, посмотрите, из чего он состоял именно. Куча железяк, болтов, гаек, плат, лампочек каких-то, нередко с содержанием драгметаллов даже. Ага. Для большей убедительности положите все это на весы, а затем проделайте аналогичную процедуру только с современным телевизором, с современным аудиоплеером, с современным телефоном и так далее. Посмотрите, из чего этот предмет состоит. Да, пластик, какие-то дешевые транзисторы на основе дешевых сплавов на весы даже можете не класть. Вот вам и ответ. Раньше для сборки тех же телевизоров нужно было возвести целое заводище, закупить тонны комплектующих у других заводищ теперь для сборки этих же телевизоров. Сгодится небольшой ангар плюс пара договоров по поставкам пластика и транзисторов от каких-нибудь китайских цеховиков. Все. Нафига Козе Баян в смысле завода-гиганты реально больше не нужны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объему переработки газа. И вот этот газоперерабатывающий завод тоже никому не нужен, ну за исключением тех, кто пилит на его строительстве. Почему? Да потому что основной потребитель энергоресурсов это производство. Что бы вам не врали политики про хвосты. Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Не автомобили и не система отопления у тебя в квартире. Большущие заводы. Вот кто потребляет нефть и газ миллионами баррелей. Но эта эпоха, повторюсь, уходит. А значит и такой вид бизнеса, как бешеная спекуляция на углеводородах, тоже потихоньку отмирает. Еще раз, чтобы вы понимали, человечество входит в новую экономическую эпоху, совершенно новую. И сильные миры всего это уже осознали. А значит грядет новый передел, да он начался. Посмотрите, что творят крупные корпорации. Они ведь фактически уничтожают сейчас малый и средний бизнес по всему миру. Не только в России, по всему миру. Рушат все, что можно. Это и есть новая война. Без взрывов и втей танков. Но тоже с огромным количеством потенциальных жертв в обозримом будущем. Кстати, пандемия это как-то очень удачно возникла, не находите? Мы не будем сейчас гадать, намеренно или случайно тот вирус образовался. Но факт остается фактом. Всего за один пандемийный год предприятия, ориентированные на экономику 20 века, но там начало 21-го проблем хапнули столько, сколько не пережили за 100 последних лет. Про обычных людей вообще молчу. А корпорации и олигархи, приближенные к ним, в шоколаде. Их доходы и влияния только растут даже в условиях текущих кризисов. Еще раз для понимания, мы сейчас не только о российских жуликах говорим, это общий мировой тренд. Впрочем, продолжим в следующем выпуске в четверг, 24 декабря. На канале Реальная Журналистика вас ждет вторая серия. Редактор субтитров А.Семкин